Снимать такой сериал, как этот, очень непросто. И, несмотря на это, отшумевший сезон получился на редкость удачным и насыщенным. И это была заслуга сценаристов, которые совместно с мастерством режиссера смогли сделать из простенького сюжета, завязки и пары эпизодических персонажей полноценную картину. Картину, которую хочется смотреть и смотреть. Уже вскоре после выхода сериала появились слухи о его продолжении, которые вызывают у поклонников массу вопросов. На сегодняшний день спрос на продолжение очень велик. Многие зрители отметили, что будут рады, если история получит долгожданный зеленый свет на съемку новых эпизодов. В данное время о датах продолжения не было никакой точной информации. Создатели сериала обязательно оповестят об этом своих поклонников, как это станет возможным. Выяснить, будет ли новый сезон, можно опираясь только на официальные источники. И в данное время мы лишь можем гадать, когда на самом деле будет продолжение и будет ли оно вообще. Слухи о возможном продолжении дают надежду поклонникам, что в будущем нас ждет еще больше интересных сюжетных линий и неожиданных поворотов. А значит, еще больше эмоций и впечатлений. Итак, пока мы ждем, предлагаю вашему вниманию краткий обзор разнообразных интереснейших сериалов на любой вкус. 1970-е годы, СССР. Главная героиня, 16-летняя Соня, живущая как большая часть советской молодежи, с верой в идеалы и светлое будущее. Но внезапно она сталкивается с темной стороной жизни. Она влюбляется в молодого человека по имени Сергей, который знакомит ее с другим законом. Не советским, а воровским. Воровской закон заставляет Сергея предать их с Соней любовь. Этот закон отнимает у Сони отца, губит мать, брата. Сама Соня чудом остается жива. Она спаслась, но теперь ею движет неукротимое желание истребить этот проклятый воровской закон. И начинает она с Сергея. В первой серии, во время празднования своего дня рождения, на даче погиб директор одной из местных фабрик, Литвинов Павел Петрович. Он отказал людям криминального авторитета немца поднять процент уплаты налога в общак. Через год семья Литвиновых оказывается в бедственном положении и мать начинает выпивать. Младшая дочь Соня оканчивает школу и мечтает поступить в театральный институт. Чтобы отметить годовщину смерти отца, старший сын Игорь пытается продать фирменный продукт и попадает в КПЗ. Там он знакомится с Сергеем. Когда Соня встречает Игоря, ее видит Сергей. Он очарован девушкой. У них начинается роман. Действие многосерийной криминальной ретродрамы разворачивается в 1970-е годы в СССР. Сам телесериал создан на восемь серий, сценарий к которому написали Валентин Емельянов и Илья Рубинштейн. За режиссуру сериала отвечал Станислав Титаренко, известный телезрителем по проекту «Счастье мое». Главную роль в сериале сыграла актриса Соня Метелица, для которой съемки в этом проекте стали первой столь масштабной работой. Режиссер Станислав Титаренко описал этот сериал так криминальная драма с динамично развивающимся сюжетом, от которого будет невозможно оторваться. Но фильм не про месть, а про любовь. О ретро 70-х годов. А динамика сериала и музыкальное сопровождение очень современные. В первом эпизоде проекта американского шпиона засылают в Газпром и ставят перед ним сумасшедшую задачу – стать русским. На обучение шпиона тратят полтора миллиона долларов. Под видом русского инженера Олега Меньшова, он внедряется в региональное подразделение крупной российской компании в городе Ноябрьск, чтобы получить секретную информацию о новейшей разработке российских ученых в области добычи газа. В идеальной подготовке шпиона есть только один пробел. Он совершенно не понимает наш менталитет, что ставит под угрозу проведение всей операции. В ходе своей миссии герой знакомится на первый взгляд с простым кубанским парнем по имени Валера и местной красавицей Мариной, которой у него постепенно возникают чувства. Американскому шпиону придется разрываться между дружбой, любовью и своей миссией. И с каждым днем выбор будет становиться все сложнее. Исполнитель главной роли Леонид Бичевин рассказал подробности о проекте. Этот сериал надо смотреть всем. Просто потому, что у нас получился классный сериал. Мне кажется, наш проект это и есть настоящая ситуационная комедия, когда показывается, как главный герой вырывается из всех возможных передряг. С одной стороны, мы шутим и показываем шпионские игры. А с другой, наша история про любовь, дружбу, предательство, долг. Через взаимоотношения главного героя можно глубже понять какие-то вещи о самих себе. Актриса Евгения Брик высказала мысли о своей героине. «Мне было интересно играть эмоции, которые я не применяю в жизни. Режиссер разрешал мне использовать любую реакцию, и это здорово. Для меня роль Марины – актерский вызов. В сценарии очень четко были определены характеры. Мы, конечно, добавили своего, но изначально все было гениально прописано. Сразу складывается определенный образ и узнавание. После долгих проб ко мне пришло понимание, что Марина – это Дженнифер Лопес местного разлива, но при этом вместо уверенности она может быть абсолютно потерянной». В самом начале сериала Леонидас припеваючи живет в своем поместье и довольно улыбается, в то время как знаменитый генетик и его друг с именем Альбири рассказывает ему о клонировании животных. Леонидас имеет двух сыновей. Близнецы Диогу и Лукас встречаются с одной и той же девушкой, незаметно для нее подменяя друг друга. Мать Жади умирает, оставляя дочь одну. На смертном адре мать посылает дочь к ее дяде в Марокко. Леонидас, Лукас и Диогу приезжают в Марокко. Диогу замечает экстравагантную женщину и их взгляды пересекаются. Затем они договариваются о свидании. В аэропорту города Фес Жади встречают ее довоюродная сестра Латифа и тетка Зурайде. Затем они теряют Жади на рынке. Лукас с удивлением слушает рассказ брата о проведенной ночи с незнакомкой из гостиницы. Леонидас рассказывает сыновьям, что собирается жениться и вот-вот познакомит их со своей избранницей. Вскоре Жади находится и едет с женщинами знакомиться со своим дядей Али. Они остаются наедине и Али требует, чтобы Жади прикрыла голову и привыкала к мусульманским традициям. Леонидас представляет сыновьям свою невесту, это и Ветти. Диогу не ожидал, что невестой отца окажется та женщина, с которой он недавно провел ночь, и импульсивно уходит. Лукас запирает его в комнате, боясь, чтобы брат не наделал глупостей. Затем он сопровождает Альбери в гости к его другу Али. Он бродит по дому и видит Жади, танцующий для сестер. Увидев его, женщины пугаются и кричат. Али дает пощечину племяннице. Леонидас открывает дверь и освобождает Диогу. Бразильская индустрия по праву занимает одну из ведущих позиций в мире. По уровню зрелищности, занимательности сюжетных линий, игры актеров, ее продукция вполне может конкурировать с американскими и европейскими образцами этого вида телевизионного искусства. А типичные для Латинской Америки эмоциональность, многословность и сентиментальность только добавляют пряную экзотическую ноту в этот коктейль. Данная теленовелла одна из ярких представителей этого бренда. Премьера в России состоялась на Первом канале 16 февраля 2004 года. С сентября 2013 года повторы серии шли на телеканале Мир, а с 14 июля 2014 года прошел показ сериала на телеканале Ю. Молодого Мирана на протяжении 27 лет растили с мыслями о мести. Он не умеет любить, не умеет быть счастливым. Ариян верит в чудеса и бесконечную любовь. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга. Но она – дочь его врага, которому он поклялся отомстить. В первой серии проекта Миран Асланбей прибыл в Медиат и представился Насуху бизнесменом. Он предложит ему большее, чем просто партнерство. Он попросит руки его внучки Риян. Однако глава самого властного семейства в городе, Насух, имеет свои планы на Мирана. Насух считает его хорошим женихом для внучки. Он отдаст Мирану внучку, однако не ту, которую любит. В то время, как Насух будет пытаться уговорить Мирана, он не будет подозревать о планах, которые есть у Мирана относительно него. Пока все будут находиться в ожидании решения мужчин, новость, пришедшая в особняк, глубоко затронет жизнь Риян и Ерен и главным образом изменит их. Какое влияние окажет на судьбы двух семей история любви, которая начнет зарождаться на многовековых землях Медиата. Сумеет ли эта история воссоединить харизматичного бизнесмена Мирана и Риян, о красоте которой говорит весь город? Миран делает предложение семье Риян забрать ее в жены. Семье приходится согласиться. Девушка счастлива, ведь она понимает, что влюблена в него. Наступает день хны. Молодым людям предстоит пройти через многие испытания и трудности на пути к счастью, а также остановить многолетнюю вражду между своими семьями. Несмотря на то, что сериал снимается по книге, мало того бестселлеру, сценаристы решили увести действие подальше от страниц романа, пообещав зрителям сюрпризы. Интересные факты. Сериал снят по книге молодой турецкой писательницы Сумеи Коч. Сказка о любви и мести моментально стала бестселлером в Турции. И конечно же она стала предметом пристального внимания со стороны телестудий. Премьера данного турецкого сериала состоялась 15 марта 2019 года на турецком телеканале ATV. Сказка о любви, рожденная из мести, является слоганом сериала. Более ста стран приобрели права на показ проекта. Действие сериала происходит в 1946 году. Прошедший войну Денис Журавлев возвращается после фронта в родные края в звание лейтенанта. Он на себе ощутил все ужасы военных действий. Теперь же, намереваясь защищать простых граждан от преступников, Журавлев вступает в ряды милицейской службы. Начальником отделения, под руководством которого начинает работать Денис, является майор Шумейка, носящий красноречивое прозвище Сатана. У него была непростая судьба, но именно такой темперамент и сложный характер помогает ему вычислять преступников и отправлять их за решетку. Появление Журавлева в отделении милиции совпадает с началом масштабной операции по поимке криминальной банды. Главой этой банды является человек по кличке Клещ. Помимо того, что он очень жесток, преступник еще и крайне хитер и изобретателен. Стандартными методами вывести его на чистую воду и арестовать будет очень сложно. Для этого будет необходим четко разработанный план. Именно на эту задачу и ставят лейтенанта Журавлева. Именно так стартует этот проект. Андрей Бурковский поделился своим мнением о сериале. «Это большой проект, и мы все активно готовились к съемкам, репетировали, встречались с режиссером и другими артистами, обсуждали детали. Я смотрел фильмы про послевоенные времена, чтобы освежить в памяти ту эпоху. Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события. Послевоенная тема очень интересна и глобальна. Мне вообще интересны исторические проекты, особенно когда крутой сценарий». Интересные факты. Мини-сериал снимали в Подмосковье, главным образом на территории заброшенных заводов. Роль маленького закрытого города сыграл Морозовский городок в Твере. Релиз сериала состоялся 16 февраля 2021 года на стриминговом сервисе. Сериал стал третьей работой для Андрея Бурковского в жанре исторического фильма. В творческом багаже у актера уже была роль в полнометражной исторической ленте «Табол» и участие в боевике «Легенда о Калаврате». Это российский комедийно-драматический сериал от режиссера Максима Свешникова. Одна из его работ – известный мультипликационный фильм «Алеша Попович и Тугарин змей». А сам сериал повествует о Евгении, которая потратила три года на борьбу со смертельной болезнью и, наконец, вышла победителем. Только вот оказалось, что здоровая Женя никому не нужна. Жизнь еще никогда не была такой безрадостной. Первая серия демонстрирует это сполна. В старых вещах девушка находит ярко-желтый дневник, в котором когда-то записала 256 причин, чтобы продолжать жить. Женя добавляет 257-ю – найти любовь и отправляется на поиски своего счастья. Теперь у нее есть настоящий шанс исполнить свои желания, не тратя время на сомнения, рутину и никчемных друзей. Но убежать от старой жизни, конечно, не так просто. Полина Максимова, сыгравшая главную роль в проекте, рассказала мысли о сериале. Главное в этом проекте – то, что он дает надежду людям. В современном мире одиночество, уныние и апатия заняли самые серьезные позиции. Люди ходят с потухшими глазами и совсем не имеют желаний. Поэтому этот сериал надо посмотреть зрителям. Многие узнают себя и поймут, что все неплохо, и не стоит бояться, а нужно попробовать что-то поменять, и тогда жизнь заиграет новыми красками. В этом фильме много веры, много надежды и много любви. Продюсер Эдуард Илаян также рассказал некоторые подробности. Затронув в нашем новом сериале очень деликатную и серьезную тему, мы зашли на территорию в каком-то смысле новую для нас. Нам было крайне важно найти тонкий баланс между драмой и комедией, не сместив акценты ни в ту, ни в другую сторону. Я уверен, что нам это удалось. Сценарий к сериалу написал Алексей Ляпичев. Автор признался, что хочет, чтобы все зрители, которые посмотрят его сериал, взяли пример с главной героини с ее неистребимой жаждой к жизни. Вот что он сказал в одном из своих интервью. «Мне хочется, чтобы у каждого зрителя по примеру нашей героини не оставалось времени на нытье и уныние. Чтобы хотелось жить и брать от жизни все каждый день, несмотря на то, что вокруг не все будет способствовать вашим планам». Но жизнь такова. Родион – загадочная и неординарная личность. Он следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода. Он всегда находит и ловит убийц, нередко казняя их прямо при задержании. Выпускница юрфака Есения Стеклова получает направление в отдел Следственного комитета, в котором служит Родион, и становится его стажером. У Есения есть личные мотивы для работы с Родионом. Мать Есения убили при загадочных обстоятельствах, а отец скрывает важные детали произошедшего. Но она не оставляет надежды выйти на след убийцы. Работа с Родионом становится для Есения тяжелым испытанием. В дебютной серии, на вечеринке в честь окончания вуза одна из выпускниц получает изящный подарок. Но после получения подарка она мучительно погибает. Через несколько минут, у всех на глазах, следователь Родион вычисляет и задерживает человека, подарившего колье. Но заказчик эффектного преступления остается на свободе. Есения одержима стремлением найти убийцу своей матери. И потому хочет понять, как Родиону удалось вычислить преступника. Есения решает пойти к нему на стажировку. Главную роль Родиона исполнил известный актер Константин Хабенский. Продюсировали сериал Александр Цекало и Константин Эрнст. Цекало сыграл одну из ролей в 16-серийном фильме, как и режиссер картины Юрий Быков. В интервью Константин Эрнст рассказал детали о проекте. «Мы даже не называем эту вещь сериалом, поскольку она построена на блестящем сценарии, такой же режиссуре и феноменальной актерской игре, всех без исключения участников этого проекта. Думаю, это будет главным событием. Он не будет выходить стандартно после программы «Время», как это традиционно проходит у нас с премьерами многосерийных фильмов». Съемки 16-серийного психологического триллера продлились с июля по декабрь 2014 года и проходили в Нижнем Новгороде. Режиссером сериала стал Юрий Быков, постановщик картин «Майор», «Жить» и сериала «Инкассаторы». На вопрос журналистов о том, почему он взялся за съемки этого проекта, Быков ответил. «Меня как режиссера подкупило одно, мы ставим Константина Хабенского и девочку, которая должна в хорошем смысле перетащить на себя актерское одеяло. Есть любовная история, есть противостояние личностей разного пола, разного возраста. Для меня это режиссерский вызов». История мира после апокалипсиса, в котором осталось очень мало людей, сумевших выжить после падения цивилизации. Все они заражены странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Только вмешательство извне вытаскивает людей из сна, который через несколько часов переходит в смерть. Казалось бы, общая беда должна объединить всех оставшихся в живых, но люди больше не доверяют друг к другу. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, а стаи одичавших собак представляют не меньшую опасность. В первой серии бывший пациент психиатрической больницы Саша Морозов возвращается к себе домой. Но в результате вспышки вируса остается один. Его сестра, муж сестры и их сын быстро умирают. Сериал является эксклюзивным проектом «Окта». О начале работы над ним стало известно во время киновыставки, которая проходила в Каннах в октябре 2019 года. На этом престижном международном форуме платформа «Опко» презентовала многосерийные фильмы, собственные оригинальные продукты. Премьера состоялась на международном фестивале веб-сериалов 31 июля 2021 года в Нижнем Новгороде. Всего в смотре участвовали 44 веб-сериала из разных стран, от России было представлено 17 проектов. Креативный продюсер сериала Борис Хлебников подчеркивал, что проект был задуман еще до наступления пандемии 2020 года, и тогда же он поступил в разработку. Это было некое фэнтези, постапокалипсис. И как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то меняться в сторону происходящего. Но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой. Так как журналистики идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового. В проект входит основной сериал и 8 веб-сериалов, посвященных каждой параллельно развивающейся истории. Все части проекта объединяет тема поведения людей в ситуации случившегося апокалипсиса. Линии героев всех историй периодически пересекаются, и персонажи влияют друг на друга. Объединяются на своем пути или повстречавшись, продолжают путь поодиночке. Дополнительные веб-сериалы нужны, по словам директора по контенту Обка Макара Кожухова, чтобы раскрыть героев и придать истории объема. Он также отметил, что идея проекта возникла задолго до пандемии. Три энергичные подруги раннего пенсионного возраста – Зинаида, Лидия и Екатерина – живут со своими взрослыми детьми. Ежедневный вечный квартирный вопрос переплетается для них с такой же вечной темой отцов и детей. В один из прекрасных дней дамы решают уехать и освободить детей от своего общества. Втроем они отправляются в путешествие, в конце которого становится очевидно – жизнь, когда вырастают дети – не закончена. В первом эпизоде, устав от отсутствия внимания и откровенного прозябания на пенсии, старушки решают пожить для себя и уезжают из города. Они отправляются навестить их четвертую подругу Полину, с которой не виделись почти 15 лет. Дети, испуганные внезапным исчезновением матерей, пытаются установить их местонахождение. Сериал представляет собой современную мелодраму с элементами комедии. Режиссером стал дебютант Иван Бычков. А над сценарием работал Вадим Тартаковский, знаменитый своими работами «Бабоньки», «Герасим» и «Все будет хорошо». Основное действие разворачивается на фоне Волжских берегов, коломенских церквей и московских двориков. Фильм снимали в Коломне и в Дальнем Подмосковье, а в работе над картиной принимали участие актеры Коломенского театра и местные жители. Продюсер сериала Наталья Серова рассказала о деталях проекта. Человеку в любом возрасте недостает любви. Особенно женщинам, у которых взрослые дети. А разделить проблемы с подросшим чадом рядом – не с кем. Вот и получается, что милые дамы несут героически свой крест. С одной стороны, непонимание и вечный конфликт родителей и детей, с другой стороны, нерастраченной любви. Актриса Татьяна Орлова также поделилась подробностями о проекте. «В сериале мне нужно было водить машину. У меня есть права, и я умею это делать. Но на съемках автомобиль был непростой. Волга 61-го года выпуска. С нею раньше я, конечно, не сталкивалась. Мало того, что переключение передач находится на руле, так еще и нет усилителя. Чтобы повернуть руль или нажать на педаль сцепления, приходилось прилагать немалые усилия. Это трудно. Более сложного, чем этот автомобиль, я ничего в жизни не водила». Хаят родилась в небольшом провинциальном городке. Вместе с двумя своими подругами она переезжает в столицу. Другой главный герой по имени Мурат – красавец и богатый наследник. Их первая встреча была наполнена ненавистью, однако через некоторое время между ними вспыхнуло настоящее чувство. Молодые люди отчаянно полюбили друг друга. Но смогут ли они пронести свою любовь через многочисленные трудности и испытания? Премьера турецкого романтического сериала с элементами комедии состоялась 15 июня 2016 года. В главных ролях – Бурак Денис в роли Мурата Сарселмаза и Ханде Эрчил в роли Хаята Узуна. Действие происходит в Стамбуле и следует роману на рабочем месте в многонациональной модной компании Сарти. Сериал транслировался более чем в 30 странах мира и собрал миллионы просмотров на YouTube. Хаят Узун – уроженка деревни Гирисун и дочь рыбака. В первых сериях проекта она вынуждена искать работу в Стамбуле, иначе ей придется вернуться к своей семье в деревню. Если это случится, то ее строгий консервативный отец заставит вступить ее в брак по расчету. В настоящее время она живет со своими лучшими подругами, а их мать навещает их. В случае ошибочной идентификации она получает работу в международной текстильной компании Сарти в качестве личного помощника Мурата Сарселмаза, главы этой самой компании. Мурата тянет к Хаят. Это вызывает зависть у бывшей девушки Мурата, Дидьям – ведущей модели компании. Дидьям вызывает недоразумения, которые заставляют Мурата оттолкнуть Хаят, но затем он преследует ее и приносит извинения. В конечном итоге Дидьям была уволена за ее заговоры. Личный шофер и лучший друг Мурата, Керим влюбляется в ИПЕК, и позже она отвечает на его авансы. Мурат приводит Хаят к себе домой, чтобы оправиться от панической атаки, вызванный Дидьямом. Они сблизились на выходных, но затем прибывает Дидьям, утверждая, что беременна. Мурат рассордился, но принимает на себя обязанность жениться на Дидьяме ради ребенка. Обе семьи встречаются и решают свою свадьбу. Мурат разъясняет им, что брак – это всего лишь формальность, чтобы узаконить ребенка. Мачеха Мурата, Диря, также узнает правду и помогает Дидьяму инсценировать выкидыш до того, как ее правда будет раскрыта, что освобождает Мурата от предполагаемой ответственности. В дебютном эпизоде главные герои сериала Миша и Дима дружат с самого детства. Когда они стали взрослыми, они стали заниматься общим бизнесом, руководя мебельным магазином. В итоге они построили свое жилье, практически одинаковые во всем особняки, по соседству и без забора между участками. А когда обзавелись семьями, то стали дружить домами. Супруги Миши и Димы тоже очень быстро нашли общий язык. Между этими людьми, казалось, царила такая идиллия, которую разрушить просто невозможно никому и никогда. Но внезапно их дружба заканчивается бесповоротно. Из-за вскрывшейся тайны обе семьи стали злейшими врагами друг для друга. Актер Егор Бероев рассказал о сериале. «Мой герой Дима – до предела увлекающийся человек, он очень старается соответствовать той дороге, которую выбрал. Я думаю, его развод с женой – это частая ошибка в жизни многих людей. Когда супруги думают, что разлюбили друг друга, и нужно искать других. Но это просто такой этап в семейной жизни, после которого опять вдруг может случиться взрыв и эмоции». Режиссер сериала также поделился в интервью своим мнением. «Съемки проекта открывают для меня особую возможность создать что-то новое и свежее в знакомом формате. Это забавная история про настоящую мужскую дружбу в очень оригинальном конфликтном сюжете. Актерский состав прекрасный. Честь и удовольствие работать вместе. Семейные комедии – это жанры, в которых мы преуспели. Над проектом работают авторы и продюсеры семейного хита «Ивановы-Ивановы». Так что я не сомневаюсь, что все будет сделано очень качественно, смешно и трогательно. Словом, так как мы умеем», – рассказал генеральный продюсер Виталий Шляппа. Этот сериал – первый проект канала ТНТ, который был создан вместе с продюсерами другого проекта «Супер». Одним из них стал режиссер Клим Шипенко, постановщик комедии «Холоп», собравший самую большую кассу за всю историю отечественного кинопроката. Работа над многосерийным телефильмом велась в районе Калужского шоссе в 35 километрах от столицы. Место для съемок было выбрано живописное и очень тихое. По словам группы, единственное, с чем немного не повезло – это с погодными условиями. Съемки велись, начиная с июля по октябрь. И сцены, в которых должно было быть знойное лето, выпали на холод. Актеры ходили в шортах, стояли якобы под грибным дождем, когда их поливали из шланга, и прыгали в бассейн при температуре, которая вовсе к этому не располагала. Создатели проекта «Реальные пацаны» выпустили новый сериал. Но это не только комедийный сериал о людях, которые делят одно жилое пространство, но и очень смешная инструкция о том, как быть верным своим мечтам и оставаться собой. Это история об интеллигентном неудачнике, который живет в коммунальной квартире Петербурга. Также он работает так называемым литературным негром у Ольги Бузовой и пишет от ее лица автобиографию. Этот питерский комедийный сериал, рассказывающий историю не только писателя Венеи Ольги Бузовой, но и жителей коммунальной квартиры. Провинциальная учительница танцев, по ошибке ставшей стриптизершей, дилера, завязавшего с криминальным прошлым и суррогатной матери, которая вынашивает ребенка за деньги. В первой серии, от такой работы, наш главный герой готов залезть в петлю, но его останавливает день рождения дочери. Основные действия сериала происходят в коммуналке, созданной на одной из студий. Квартира вышла настолько достоверной, что во время производственного процесса некоторые работники съемочной группы жили прямо в ней. Работа над сериалом шла 4 года. Три года велась работа над сценариями и поиском главного героя. Еще один год продолжались съемки и монтаж. Изначально сериал назывался «Бисер». В процессе работы над сериалом его создатели нашли в сюжете и атмосфере фильма некоторые ассоциации с творчеством Достоевского и решили переименовать сериал в «Бедные люди». В целом сериал получил положительные отзывы. «Бедные люди» — единственный российский сериал, попавший в список лучших сериалов 2016 года по версии журнала «Афиша». Певица Ольга Бузова рассказала подробности о проекте. «Да, мне было сложно. Некоторые сцены приходилось переснимать по несколько раз. Ведь я именно играла Ольгу Бузову. В комедии должен быть юмор и гротеск, поэтому многие черты моего характера были утрированы. Я как человек и как личность отличаюсь от той Ольги Бузовой, которая предстанет перед телезрителями в сериале». Эта история начиналась очень даже прекрасно. Света вместе со своим возлюбленным гуляла на вечеринке, организованной однокурсницей в честь выпуска. Света и ее парень решили выйти на балкон. В порыве страсти девушка не удержалась и упала с третьего этажа на асфальт. Молодая девушка Света оказалась в инвалидном кресле. Но врачи дали ей надежду на выздоровление. Но чтобы вновь встать с коляски, девушке нужна дорогостоящая операция. Так что Свете нужно собрать достаточно большую сумму денег. На парня, надеяться, Светлана больше не может. Он сбежал, как только узнал, что его возлюбленная прикована к инвалидному креслу. Денег у девушки нет вообще, как и работы. Но рядом осталась верная подружка Ирка, которая работает парикмахерами, и снимает со Светой двушку, оказывая Свете огромную моральную поддержку. Телепроект стал экспериментальным для всего российского телевидения. Дело в том, что с первой серии он снят в формате веб-сериала. Поэтому все, что происходит на экране, зрители видят через объектив веб-камеры. Это первый пример подобного формата съемок телепроектов в России. Работа над сериалом началась в 2015 году. Съемки первого сезона телесериала продлились 30 дней. На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет чуть больше 6 баллов из 10. Комедия, при всей легкости внешнего восприятия, остается одним из самых сложных жанров кино. Эксперимент многие считали отчаянным, но в итоге он вышел невероятно удачным. Сценарий хорошо продуман. Это настоящая сатира современной жизни, которая совсем не требует серьезного отношения. В роли Светы в 16-серийном комедийном телефильме снялась Мария Машкова. Ее подругу Ирку сыграла Анна Котова, а Павла – Кирилл Каганович. Молодого человека, которому Света неровно дышит, сыграл Александр Ратников. Постоянных клиентов Светозары, вдову олигарха Ксению и одинокого странного мужчину Цыпина, сыграли Евгения Дмитриева и Борис Камарзин соответственно. Они вернулись в свою страну после Афганистана, но страна стала совсем другой. Они рассчитывают только на себя. Они доверяют только друг другу. В одном из уральских городов совершено дерзкое ограбление. Похищены 145 миллионов рублей. Грабитель бывший афганец Герман Неволин – водитель инкассаторской машины. Что толкнуло его на преступление? Почему он принес в жертву все, чем дорожил? Дружбу и любовь. В дебютном эпизоде 5 инкассаторов получают в кассе торгового центра большое количество наличных денег. Все инкассаторы – бывшие воины-афганцы. Среди них водитель фургона по имени Герман Неволин с говорящей кличкой «Немец». А также старшей группы Виктор Басунов. По дороге в банк немец грабит собственную инкассаторскую машину. После ограбления он успешно прячется за городом, прячет мешки с деньгами в лесу и направляется в деревню под названием Ненастье. Премьера первой серии состоялась 12 ноября 2018 года. В 2020 году сериал стал обладателем премии «Золотой орел» в номинации «Лучший телевизионный сериал свыше 10 серий». Драматический сериал снят по роману Ненастье Алексея Иванова, автора проекта «Географ глобус пропел». В основе сюжета лежит реальное событие, произошедшее в Перми в 2009 году. В этой социальной и психологической драме есть элементы брутального боевика и детектива о судьбе человека, прошедшего войну в Афганистане. Писатель Алексей Иванов рассказал о сериале. Ненастье – не просто дачный поселок, а целый мир, который 10 лет наматывался на колеса старого автобуса с афганским прозвищем Барбу Хайка. Взгляд Сергея Урсулика, режиссера фильма, чутко уловил вечную русскую хтонь, экзистенциальную бездну национального существования. Но есть свет и воздух. Есть вера, надежда и любовь. Осенью 2015 года стало известно, что канал «Россия-1» выкупил права на экранизацию романа. Роман, по которому знаменитый режиссер взялся снять сериал, стал одним из самых ярких явлений российской прозы. В 2016 году этот роман стал лауреатом премии «Большая книга». В первой серии показываются события, которые предшествуют проявлению симптомов у пациента. На протяжении эпизода команда врачей пытается определить болезнь, вызывающую эти симптомы. Используется метод дифференциальной диагностики, при этом врач-диагност Рихтер руководит обсуждением диагноза. Его интересуют только самые сложные и запутанные случаи, проще говоря, медицинские головоломки. Рутинная работа в больничной поликлинике навевает на него скуку и раздражает. Рихтер избегает разговоров с пациентами, поскольку твердо уверен, что они лгут. В прошлом Рихтер перенес сложную травму на бедре, инфаркт четырехглавой мышцы. И теперь он ходит, опираясь на трость, и пьет сильные обезболивающие. Рихтер самоуверен, заносчив, резок и циничен, не обременяет себя соблюдением правил хорошего тона, и временами кажется, что сочувствие и сострадание ему чуждо. Строить личные и профессиональные отношения он не умеет и, кажется, не хочет. Люди, находящиеся рядом с ним, становятся объектами насмешек и провокаций, за которыми бывает непросто рассмотреть искреннюю заботу. За создание российского «Доктор Хауса» взялся телеканал «Россия-1». Главную роль эксцентричного врача в русской версии сыграет Алексей Серебряков. Режиссер Андрей Прошкин рассказал детали о сериале. Рихтер – циничный, замкнутый и одинокий. С ордоническим чувством юмора, как и «Доктор Хаус». Но, на мой взгляд, он не лишен сострадания. Для него сострадание выражается через действие, а не через общение или похлопывание по плечу. Мы старались сделать персонажей не пустой калькой, а достоверными для нашей действительности. Герои должны оставаться живыми, чтобы за ними было интересно наблюдать. Поэтому какие-то вещи мы оставляем как в оригинале, но меняем детали и интонацию. Первоначально предполагалось, что премьера четвертого сезона сериала выйдет в свет осенью 2020 года. В дальнейшем, однако, было объявлено о переносе сначала на февраль, а потом на октябрь 2021 года. Они не знали друг друга до того дня, пока в одном клубе их не отравили неизвестным ядом. И теперь тем из них, кто не умер на месте, предстоит выполнить несколько заданий загадочного кукловода. Он единственный в мире имеет антидот. Если задания будут выполнены, то наградой для выживших станет противоядие. В первой серии нескольких молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, судьба сводит в баре «Фантом». Дэн – безработный музыкант, нуждающийся в деньгах. Марина – амбициозная журналистка, чья новая статья грозит ей увольнением и судебным разбирательством. Саша пытается помочь единственному брату, угодившему в тюрьму. Славе необходимо скрыться после неудачного взлома базы данных. Хмурый, бывший сотрудник спецслужб, решает немного подзаработать. А Грек оказывается не в том месте и не в то время. Как только клуб заполняется посетителями, происходит нечто странное. В борьбе за свои жизни они должны будут получить ответы на главные вопросы, кто организовал смертельный квест, и почему для его прохождения были отобраны именно они. «Пройти, чтобы выжить» является слоганом сериала. А премьера состоялась 26 октября 2015 года. Съемки сериала стартовали 24 апреля 2014 года в Риге. Режиссеры Андрея Загидулина создатели пригласили на проект, увидев в интернете его короткометражный фильм «Наблюдатель». Ему устроили череду проверок, он делал наброски кадров сериала, снимал тизер, доказывал, что умеет работать с группой, а также прошел процесс согласования своей кандидатуры с телеканалом СТС. И только после этого с ним был подписан договор. Специально для сериала несколько художников вручную сделали часть артефактов, медную шкатулку с секретом, металлический шар, шифровальную машинку, шприц. В процессе съемок было задействовано более 150 локаций в столице Латвии и ее окрестностях. Длинные волосы у героя Павла Прилучного были выбраны для того, чтобы подчеркнуть творческую профессию его героя Дэна. Согласно сюжету, он музыкант и диджей. Латышских актеров в сериале озвучил известный переводчик эпохи видеокассет Андрей Гаврилов. Сам сериал был впервые анонсирован в 2013 году. Дебютная серия проекта рассказывает про разведчика по имени Александр Волк. После неудачной спецоперации он попадает в тюрьму Арабского Востока. Спустя несколько лет генерал-майор КГБ в отставке Гольцман помогает ему выбраться из плена. Но взамен просит Волка найти тех, кто убил его сына. Убитый был хорошим другом Александра, поэтому тот немедленно берется за дело. Накануне своей смерти сын Гольцмана занимался расследованием событий 3 июня 1943 года на Каменном мосту в Москве. Тогда была убита дочь посла СССР в Мексике. Волк восстанавливает события прошлого, но чем больше узнает, тем опаснее становится дело. Сценарий создан по мотивам детектива под названием «Каменный мост». Данный детектив написан русским писателем, журналистом и редактором Александром Тереховым. Роман был издан в 2009 году и высоко оценен критиками. Кроме того, за свое произведение автор получил литературную премию «Большая книга». Режиссер и автор сценария сериала Геннадий Островский рассказал о проекте. Хочу выразить благодарность автору романа. После прочтения «Каменного моста» я остался под сильным впечатлением и начал писать сценарий, не задумываясь над экранизацией. Это некая фантазия и размышления на определенную тему, касающиеся эпохи, которая уходит. И хочется ее ухватить. Удержать время, которое безвозвратно покидает нас. Мы из настоящего наблюдаем за событиями прошлого, когда страна была на изломе. Война, репрессии, смерть повсюду, человеческая жизнь значила не больше песчинки. И история юноши и девушки, которые оставили после своей гибели тайну. Для себя я ставил задачу поведать об огромной человеческой драме и передать энергию, которую таят в себе события и герои прошлого. Съемки проходили в Москве. По словам режиссера Геннадия Островского, съемочный процесс оказался непростым, так как пришлось перекрывать не только Каменный мост, но и другие знаменитые столичные постройки. Производством сериала занимались киностудия Кит и компания Вайт Медиа. Интернет-релиз состоялся 7 декабря 2020 года на видеосервисе Премьер. А на телевидении проект показан в 2021 году.